В эфире новости дня в студии Даниил Добрин. Здравствуйте! О событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В школе южного поселка Оренбурга 1 сентября все-таки прозвенит звонок. Параллельно улице Чкалова строится дорога Дублер с развязками и смертность в Оренбурге снизилась на 5%. Об этом и не только шла речь на заседании областного правительства. Доклады министров слушала и съемочная группа ОРТ. Александр Криволапов и Игорь Бероев. Губернатору поступило полтора десятка обращений от родителей учеников школы в южном поселке. На доклад по видеосвязи был вызван глава Оренбурга. Сергей Салмин успокоил и главу региона, и родителей школьников. В целом по области показатель смертности снизил. Умерло на 5% по сравнению с прошлым годом. Умерло на 700 человек меньше, чем за аналогичный период 2022-го, отмечает министр здравоохранения Татьяна Савинова. Однако есть территории, в которых этот показатель вырос. Умирает трудоспособное население. Распространенными причинами являются алкоголизация и травма. У кого произошел рост? Адамовка на 9%. Бургусланские районы, одно из самых высоких, получали на 16%. Татьяна Савина пригласила главных муниципалитетов и главных врачей на детальный разбор сложившихся ситуаций. Министр пообещал принять и кадровое решение там, где ситуация со смертностью бьет рекорды. С сентября в Римбужье заработает система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. На эти цели из федерального бюджета было выделено 33,5 миллиона рублей. Еще более 4 миллионов добавило области. Планируется набрать 160 помощников по уходу. Помощь получат 250 лежачих больных. Пилотными территориями выбраны Оск и Новотроицк. Убирали такие семьи первоочередные, которые могли бы высоветиться люди, пойти на работу, в экономику вернулись. Потому что это важно сегодня в той части области. А третье, количество приема людей и приобретение инвентаря, так назовем, дорогостоящего, раздвинуть. Сначала закупить, а потом уже добрать. У губернатора нашелся вопрос министру строительства. Денис Паслер интересуется дорогой дублером в Оренбурге. Город растет, пробки увеличиваются, а анонсированной дороги так и нет. Дублер Гагарина Чекова устроим. Развязку, касательно обезонной, проектированный бурфор. У нас, так понимаю, висит вопрос по Степана Разина, по выходу. Да, уважаемый Денис Владимирович, у нас нам нужно примыкание улицы Степана Разина к Дублеру, Гагарина Чекова. И, соответственно, там же будет примыкание, Денис Владимирович, улицы Набережная. У нас на улице, снизу Набережная, да, то есть весь вот этот узел. Ну, я по-большому что-то понимаю, там и потенциальный, и мост должен туда выходить. Понимаю, так? Да, да. Все элементы надо, соответственно, учитывать. Да. Ну, так давайте уже с медфином. Решать этот вопрос. Чтобы не заморозить столь необходимый оренбургский объект, губернатор требует заявиться на конкурс по разработке проекта не позднее сентября. Один проект по подсчету губернатора может обойтись в полмиллиарда рублей. Александр Криволапов, Игорь Бероев, Новости дня. Свыше 37 миллионов рублей получит Оренбургская область из федерального бюджета на модернизацию промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Выделенные средства пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности Оренбургской области в 2024 году. Это сделает более широким доступ промпредприятий, господдержки, поможет реализовать проекты развития, в том числе по импортозамещению и достижению технологического суверенитета. Эта задача, поставленная президентом России Владимиром Владимировичем Путином, будет актуальной в перспективе нескольких лет. Согласно правилам предоставления федеральных субсидий в рамках каждого проекта промышленные предприятия должны создавать новые рабочие места, увеличивать объем отгруженной продукции и обеспечивать рост инвестиций. В этом году в нашем регионе для промышленных предприятий запланирована финансовая поддержка общим объемом около 1 миллиарда рублей. В 2022 году 40 компаний получили 729 миллионов рублей на развитие, производство и стимулирование сбыта продукции. Участники специальной военной операции и их дети зачислены в Оренбургские вузы. Более полсотни человек этой льготной категории приняты в учебные заведения на бюджет. Списки проанализировали в Педагогическом, Аграрном и Оренбургском государственном университетах. Так, в Оренбургский педуниверситет на различные факультеты зачислены 10 человек по спецквоте. Из них 6 человек – участники СВО. Аграрный университет для учебы выбрали 14 человек. Здесь 8 участников боевых действий. В ОГУ с учетом филиала в Бузлуке и Орске поступили 35 льготников. 28 из них – дети участников СВО. Федеральные СМИ отмечают, в целом по стране более 6,5 тысяч человек из числа участников СВО и их детей зачислены в вузы на бесплатное обучение. Большая часть из них по результатам вступительных испытаний. А 1211 человек попали в списки студентов без вступительных испытаний. Миноборнауки заявляет, количество мест, занятых по квоте, составило всего лишь 1% от общего числа. В вузах страны отмечают, большого наплыва желающих воспользоваться льготами не было. В целом это от 1 до 3% первокурсников. Невостребованные места перешли в общий конкурс. Напомним, в этом году в университетах предусматривалось не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки для льготников. Право поступать без вступительных испытаний предоставлялось героям России и лицам, награжденным тремя орденами мужества, а также их детям. Экзамены не нужны были и абитуриентам, чьи родители погибли или получили тяжелое заболевание в ходе СВО. Дети других участников спецоперации могли выбрать, поступать на базе внутренних экзаменов вузов или на основании результатов ЕГЭ. А теперь к ЧП. Уральская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства возгорания локомотива, произошло которое накануне в районе перегона Теренсай-Шильда Южноуральской железной дороги. Там загорелась силовая установка секции локомотива грузового поезда. Силами МЧС удалось ликвидировать пожар. Пострадавших нет. Орская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку. И в продолжение темы. Жители Пономаревского и Первомайского районов получили надежное прикрытие от огня. В населенных пунктах открылись пожарные депо. Церемония ввода стратегических объектов состоялась накануне в режиме видеоконференц-связи. На строительство двух пожарных частей из областного бюджета было выделено 80 миллионов рублей. В течение года они были построены. Пришло время принимать их в строй. На связи из Москвы вышел заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Виктор Яцуценко. Оренбургия представляет губернатор Денис Паслер. По строительству завершили. Ну и готовы передавать, запускать их в эксплуатацию. За четыре года создали, по сути, систему 112. На это выделили 274 миллиона из областного бюджета. На ее базе создали автоматизированную систему централизованного оповещения. То же самое направили больше 500 миллионов рублей. При опасности доставки достаточно для того, чтобы обеспечить ее на территории Судержа Российской Федерации. И следующая задача будет вовремя. Право дать команду на ввод в эксплуатацию двух пожарных депо генерал предоставляет губернатору. Даем команду на работу. Открывать. А это уже районный центр Первомайский. Современное пожарное депо празднично украшено воздушными шарами. Новый пожарный автомобиль сверкает свежей красной краской. В команде местных огнеборцев 19 человек. В депо оборудованы раздевалки, учебные классы, полки для хранения амуниции и даже кровать, чтобы отдохнуть в свободное время на дежурстве. Гараж у нас рассчитан на три единицы техники. Есть три хода. На данный момент, так как мы отдельный пост, на вооружении стоит только две. Одна в расчете, одна в резерве. Аналогично пожарное депо появилось и в Пономаревском районе. Теперь огнеборцы стали более мобильны и оперативны. Вопрос оперативности при наличии пожарных депо и частей, конечно, что это быстрее и организованнее происходит. Теперь жители Первомайского и Пономаревского районов будут чувствовать себя более уверенно и защищенно от пожаров. Переоценить важность пожарных депо невозможно. В двух территориях будут защищены 26 населенных пунктов, где проживает порядка более 25 тысяч человек. Вот представьте, какую задачу сейчас будут выполнять наши коллеги, наши спасатели. И, конечно же, для нас это очень будет серьезным вкладом. Если говорить сегодня по Мирвайскому району, сегодня 42 пожара завистрированы только за 7 месяцев, один человек травмирован, два погибли. Ежегодно парк специальной техники пополняется десятком новых пожарных автомобилей. Помощь в деле укрепления регионального МЧС областное правительство будет оказывать и впредь. Александр Криволапов, Виктор Горшинев, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Сейчас прервемся и вот что будет далее в нашей программе. Не переключайтесь. Фальшивок становится меньше. В этом году изъято 29 банкнот на общую сумму свыше 250 тысяч рублей. Оренбуржье готовится к крупнейшей агропромышленной выставке. Миновой двор пройдет в сентябре. Ждать ли долгожданную прохладу? Ответ на вопрос знают синоптики областного гидрометцентра. Это новости дня. Мы продолжаем. Президент Владимир Путин поручил дать регионам право вводить курортный сбор. Соответствующие предложения российское правительство должно предоставить до 15 декабря, сообщает РБК. Поручение дано после совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Курортный сбор действует в ряде туристических регионов России. Налог отдыхающие платят за пользование туристической инфраструктурой. Поступившие средства муниципальные власти направляют на восстановление и развитие курортов. Данный эксперимент начался в России в мае 2018-го. Право вводить такой сбор получили власти четырех регионов. Краснодарского, Ставропольского, Алтайского края, а также Крыма. Но Крым отказался от такой возможности, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для отрасли. По сути, четвертым субъектом стал Санкт-Петербург. Курортный сбор с отдыхающих собирают отели, санатории, гостевые дома и другие официальные средства размещения. Размер курортного сбора регионы устанавливают самостоятельно. Изначально предполагалось, что эксперимент продолжится до 31 декабря 2022 года. Однако затем его продлили до 1 января 2025. Так, с 1 апреля 2024 года с туристов будут взимать по 100 рублей за сутки проживания. Деньги будут брать только начиная со вторых суток приезда. От уплаты сбора освобождаются те, у кого в городе есть жилье, многодетные семьи, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и другие. Отдыхающим за отказ платить грозит штраф в размере от 500 до 2000 рублей. За повторное нарушение от 1000 до 5000 рублей. Ну а сейчас информация о стоимости валюты. Данные Центробанка России сейчас на вашем экране. Количество выявленных в Оренбурге поддельных банкнот продолжает снижаться, сообщает в региональном отделении Центробанка России. Так, в первом полугодии 2023 в Оренбургской области изъяли 29 фальшивых банкнот. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общеэкономический ущерб также сократился с 261 тысячи до 108 с половиной тысяч рублей. Основная часть фальшивок традиционно приходится на пятитысячные банкноты. Их обнаружено 20 штук, в прошлом году 47. Также из оборота изъяты 8 купюр номиналом 1000 рублей. В целом по России тенденция аналогичная. Количество выявляемых подделок сокращается несколько лет подряд. В первом полугодии обнаружено около 6000 поддельных банкнот, что почти в два с половиной раза меньше, чем годом ранее. Одна из причин, говорят специалисты, усовершенствование защиты денег. Напомним, чтобы отличить настоящую купюру от фальшивки, нужно проверить не менее трех признаков подлинности, которые определяются на просвет, на ощупь и при наклоне. Подробнее с защитными элементами банкнот можно ознакомиться на сайте Банка России или в мобильном приложении Банкноты Банка России. 25 августа 1944 года в одной из тюрем Берлина был казнен патриот-подпольщик, великий поэт, наш земляк Муса Джалиль. В преддверии этой скорбной даты в Оренбургскую область из Казани приехали потомки героя – его дочь, внучка и правнучка. Они посетили памятные места, связанные с именем легендарного автора. Подробнее в материале Елены Фурсовой. Стихи, цветы, минута молчания. У памятника поэту-герою собрались почитатели его творчества, главные гости мероприятия – дочь Муса Джалиля Чулпан, внучка Татьяна и правнучка Елизавета. Чулпан Залиева на родину отца приехала в четвертый раз. Для нее Оренбургия не меняется. И те памятные места, которые мне хотелось в этот раз посетить, и которые мне хотелось увидеть, связанные с отцом, и медресе, и там, где он работал в помещении, они как были прекрасны, так и есть. И для меня они всегда такие же, родные. Татьяна и Лиза посетили родину великого предка впервые, но с первых минут поняли, что они дома. Конечно, впечатление, что мы попали на родину. Замечательный прием, конечно, вот такая атмосфера общения с людьми. Волнение, прям как родной дом. Приезд почетных гостей планировался давно. Идея принадлежит сотрудникам музея-квартиры Муса Джалиля в Казани. В этом году культурологическая экспедиция привела в наш регион. Программа насыщенная, многое происходит экспромтом. Вот в Оренбурже мы сделали максимально доступными все встречи, то есть каждый житель Оренбурга может прийти куда угодно. Много раз спрашивают, нужны ли пригласительные театры, откликнулись. Днем в драматическом театре имени Горького состоится встреча семьи поэта с общественностью. Труппа подготовила отрывок из спектакля «Письма памяти». Вечером в татарском драматическом театре имени Файзи покажут музыкально-литературную композицию «Жизнь моя песни звучала в народе» на татарском языке. Елена Фурсова, Виктор Горшенев, Новости дня. Существенных изменений в погоде на этой неделе не предвидится, сообщают в областном гидрометцентре. Самым жарким днем станет вторник, а вот в среду обещают грозы. В начале недели по региону будет проходить слабоатмосферный фронт. Он принесет с собой дожди. Пройдут осадки преимущественно в северных и западных районах области. При этом столбик термометра во вторник покажет плюс 36 днем, плюс 20 ночью. И на этой неделе наиболее неблагоприятный день – это среда. Когда все-таки высокие температуры до 33 градусов, при этом ветер, при этом грозы. Так что, ну, немножко стоит переждать. В середине недели воздушные потоки примут северное направление, что принесет прохладу. Днем плюс 24, плюс 29, ночью плюс 15, плюс 20. На севере Оренбуржья плюс 10. Но уже в пятницу в регион вновь вернется жара. Воздух прогреется до плюс 35, плюс 37 градусов. Выходные вновь немного прохладнее. С северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт, и жителям большинства районов придется достать зонты. Обещают дожди, они будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Температура воздуха составит плюс 24, плюс 29 днем. Ночью столбик термометра опустится до плюс 12, плюс 17 градусов. На этом все. Напоминаю, что еще больше информации вы можете узнать на нашем сайте орттв.ру. Также присоединяйтесь к группам телеканала в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин